Самым распространенным является использование электронных средств обучения. Любые гаджеты, электронные ресурсы, все, что может в данном случае быть источником информации, но источником информации проверенным. Второй источник информации является учебник. Следующий вариант, и мы видим и владеем этой информацией, это вариант без использования электронных средств обучения, когда ребята приносят выполненные задания и получают обратное задание посредством, назовем это почтовые ящики.